Здравствуйте, с праздником! Разгар репетиционного процесса в здании театра кукол ворвались двое в надувных костюмах олимпийцев. Репетиция сорвана, но этому факту работники театра только рады. Подождите, подождите, вы меня у Рослопова застали, надо вспомнить. Трень-брень, трень-брень, веселилась целый день. Мне работать неохота, а частушки петь не лень. Ну, скажем так вот. Каждый год Самарское отделение театральных деятелей в соавторстве с режиссером театра «Самарт» Александром Мальцевым придумывают все новые поздравления и шутки, над которыми и сами с удовольствием смеются. Это образ театрала, который хочет стать спортсменом, но так как он долго сидел, его тренировка чисто умственно-эстетическая, такая философская. Ну, и здесь немножко есть. Все экспромтом, все очень быстро, все не подготовлено, как бы заранее, я имею в виду. Поэтому очень нравится этот процесс. Еще в 1961 году ЮНЕСКО предложило праздновать День театра всем миром именно 27 марта. Традицию поддерживают по сей день. В театрах проходят так называемые капустники – юмористические представления актеров для актеров. Мое личное убеждение, что должны, конечно, ездить молодые ребята, потому что надо, ну, как бы, перенимать эстафету. Вот сегодня была эстафета этого огня. Театральные, театральные, абсолютно новые люди, потому что мы их не знаем, а вот так вот постепенно люди будут узнавать, что вот есть вот такой артист, есть такой, но без стариков нельзя. А мы пришли поздравить вас, короче, мы знали, верили... Сами актеры говорят, что День театра – праздник даже более важный, чем, например, Новый год, и отмечают с размахом, неизменно на сцене. Мариана Мирная, Дмитрий Тарасов, События.